Вот всем хой, с вами снова я, Люку, и довольна тема, с чем знаем, ту тему про Хованского и его видео про Дисневых сплейщиков. Вы знаете, там есть Дисна Соблива, Дисна Шимуру, очень много разных Дисев, просто люди не могут остановиться, они все делают, делают, чтобы просто хайпануть на какую-то именно тему, и Дисы сейчас очень зашли. Если вы не знаете, что такое Дис, посмотрите, я объяснять не буду, мне просто, ну, нафиг этого не надо. И вот, как вы понимаете, Дис на летсплейщиков очень задел самих летсплейщиков, и все стали выкладывать свое мнение, все стали писать негатив из-за того, что Соборев в своем Дисе задел Купленова. Я просто думаю, какой же фигнёй люди вы занимаетесь. Это какой-то обычный, безобидный клип, это даже просто у Юры самый фуфельный клип, из которых был. Я не фойнатка Хованского, я никогда не была, но я смотрела какие-то его видео, и просто вы не понимаете, какой-то безобидный, даже без какой-то фуфельный клип вызвал дизлайков больше, чем лайков. Вот просто идите, посмотрите, Дис на летсплейщиков Хованский. Из-за того, что Хованский сказал Купленову, типа, Купленов всего лишь слабо играешь, как будто ты пропустил 10-й завтрак. Я думаю, блин, люди, вы все пишите эти негативные комментарии из-за какой-то ничего не стоящей фразочки. И просто я не понимаю смысла во всем этом, если это даже того не стоит. Хованский даже, ну, не настолько стоящий гангстер, как он себя называет. Он даже не настолько стоящий человек, чтобы ему уделять столько внимания, а вы своим негативом уделяете ему внимание. Ладно, ставите дизлайки, естественно, это все плохо, но при этом вы уделяете ему внимание. Это, естественно, это первый плюс, вы уделяете внимание. Минус то, что негативное и так далее, но это плюс, то, что вы уделили этому внимание. Но вы просто тратите тупо свое мнение, как бы... Я посмотрела, зашла на канал к любимому летсплейщику, его зовут Джессус, ну, его канал так называется, Джессус, посмотрела его видео о том, что он думает, и совершенно с ним согласна, потому что это видео серьезно даже ничего не стоит, и этот вызванный негатив показывает вашу ум, что она отсталась. И, как сказал его коллега, с которым он разговаривал по скайпу и вставил это видео, и вставил этот разговор в видео, не имеет личного бога, какая-то фраза там присутствовала, и я совершенно с ними обоими согласна, что я просто, я не буду говорить ничего негативного, мне это видео не понравилось, но и оно мне, ну, как бы, я нейтрально к этому видео отношусь. То есть, оно, ну, я не скажу, что оно мне нравится, но я и не скажу, что оно мне не нравится. То есть, просто пустынное видео Хованского, диск на летсплейщиках, где он зачитал свой глупенький рэп, где летсплейщики, ну, по крайней мере, ничто, а Купельнов просто не умеет снимать видео. Ну, по крайней мере, ну, пожалуйста, согласитесь со мной, будьте разумными людьми, не пишите эти негативные комментарии Хове. Он просто, ну, даже не заслуживает, чтобы вы ему уделяли столько внимания, даже если оно и негативное. Любое внимание, это уже ваше лишнее потраченное время. Вы тупо тратите время на то, чего делать не стоит. Хованский снял это видео, и он снял это видео не для вас. Хованский снял это видео, чтобы показать, какой он крутой. Он тоже модный, тоже топ, заснял видео на дисы. Мой любимый диск, который мне нравится, который я знаю буквально наизусть, это диск на Соболево. И смотрите, вы сейчас скажете, диск на Соболево, вы подумайте, там будет что-то обидное. Ну, типа, в диске про летсплейщиков есть что-то обидное, так как еще он там заделал, заделал Пупленова. Нет, про Соболево там ничего не сказано, там нет никаких обидных моментов. Но я замечала, что на дис Соболево тоже были какие-то негативные двиги. Но когда все увидели клип дис на Соболево, все их мнение тут же превратилось в прах. Главное, чего я не понимаю, это негатив, который вы все пишете. Я буду согласна с Джессусом, а точнее с тем, что сказал его коллега. Вы ведете себя как стадо. Один написал, вы такие, о, смотрите, он написал, хм, клип реально в говнище полное. Он задел Купленова, а я же его обожаю, я прям поклонник Купленова, прям Купленов в мое сердце и любовь. А он там про Купленова что-то плохое сказал. Надо же срочно пойти за этим же, так сказать, козлом, я не обзываю, а говорю. За этим же козлом надо пойти и написать кучу негативных комментариев. И здесь вы себя повели прямо как козлиное стадо. Написали кучу негативных комментариев из одного козла, который это же стадо с собой повел. Этих козлов и овец. Я не обзываю вас, те, кто писали эти негативные комментарии, если все-таки из моей искусствующей аудитории кто-то есть. Я имею в виду, что нельзя быть стадом. Вы показываете свое нищество, из-за чего вы станете пустым местом. Вы написали негативный комментарий, но его же никто не читает. Ну ладно, наверное, кто-то там сидит, читает. Но зачем? Вы написали негативный комментарий, а их же там несколько тысяч будет, миллионов. Ваш негативный комментарий тупо опустится на самое донышко. Знаю, Баян Шурыгина. Я давно закончила эту тему, но... Мне хочется как-то... Хэппи, не важно. На самое донышко вы опуститесь со своим негативным комментарием. И когда-нибудь ваш комментарий кто-нибудь и прочитает. Что думает о своем... Что думает об этом Хованский, я не знаю. Я просто посмотрела сам диск, посмотрела, что об этом думает Джессу. И подумала, ну серьезно, люди, да вы что, вы тупые. Видео никчемное, как оно может что-то вызвать. Это видео даже, так сказать, милое. Оно такое, оно никчемное. Серьезно. Оно даже ничего не стоящее. Это просто какое-то видео Ховы, даже очень говнище. Мне не понравилось, именно как он оформлял это. Я не могу сказать, что именно я думала о Диссе. Не могу сказать, что я именно думала о том, как он оформил и вообще обо всем этом. Не могу сказать. Мне не понравилось оформление самого клипа. А так клип и Дис, ну, что-то там, наверное, на троечку, я не буду оценивать. Потому что я не буду стадом. И я из этого стада, наоборот, лучше вылезу и своей дорогой пойду к нормальным, разумным людям. Которые ответили на этот Дис, так же, как я, так же, как и Джессус, так же, как его коллеги и остальные, кто ответил на этот Дис разумно. Почему тема так часто заходила о Джессусе? Потому что в основном я захотела записать это видео из-за Джессуса. Потому что Джессус высказал своё мнение, и так же его друг высказал своё мнение. И я подумала, почему бы мне тоже не записать. И в каком-то смысле Джессус и его коллега очень даже правы. Вы пишете эти негативные комментарии, трача несколько минут, а может быть даже и часов, сколько вы там пишете, или же читаете комменты, и так далее, или пересматриваете видео, и так далее. Вы просто тратите лишнее время, уделяя его какому-то человеку. Как будто Хова для вас что-то поистине есть. Хотя по негативным комментариям Хова, ну, честно, не набирает фанатов, а наоборот убывает. И просто как мне ещё говорить. Вы себя серьёзно ведёте, как недоразвитые люди. Разумный, умный человек. Умный, заметьте, я не говорю о тупом, я говорю, разумный и умный человек поступил бы разумно. Он бы не уделял кучу времени, и не устал бы эту ленту с никчёмными негативными комментариями, или же не выписывал своё негативное мнение. К примеру, «Ах ты Хова, ах ты Хова, мудак, оскорбил топливного, мудак, я не буду ругаться матом. Не очень я так-то лучше хочу портить, по крайней мере, свою... Не хочу просто портить своё... Это как бы портит не только мою речь, но просто портит меня, и тем не менее видишь, что я маленько и ругаюсь матом. Люди однозначно захотят посмотреть меня меньше. Я не помню, как это называется. Я не хочу портить свою популярность, чтобы она убывала. Хотя у меня её и так немного, но хоть какая-то там есть несколько как-то просмотров. И этому я благодарна. Мне и этого хватает. Но я собираюсь набирать популярность и снова снимать видео. И вернуться в старые времена, когда у меня результат на канале было около нескольких тысяч просмотров. И то тогда видео мы делали вместе с папой. И тоже негативные сообщения... Ой, негативные комментарии, негативные сообщения и дизлайки тоже нам ставили. Но не так негативно, как было с Хобей. А в основном нас смотрела не только русская аудитория, а из каких-то других стран. И американцев, ну, как я считаю, может быть, не американцев, но те, кто разговаривали на английском языке или же на американском, это два разных... Это один язык в разный, то есть британский и американский. То есть в американском своё произношение, в британсском своё. И слова чуть не отличаются. Но не в этом суть. И негатив тоже был. Но просто... Я до сих пор не могу поверить, что... Лос-плейщики, вы-то куда полезли? Эти лос-плейщики, которые место в себе не находят. Они подумали, А вот, смотрите, А вот, допустим, Купленов мой друг. А, ну Купленов мой друг. А Хоба его оскорбил. Всё. Надо, блин, записать про... Надо, блин, эту тему захайпить обязательно. И написать кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу всякой ерунды. А потом это всё с листикой прочитать в видео, сделать умное лицо, и сказать, А вы смотрите, какой я умный. Я с листикой речь себе написал, переписал. Вот я вам это все высказал. И просто я буду согласна с Джессусом. Джессус говорит правильно. Ласплейщики и блогеры, ну, точнее, больше всего, ласплейщики, так как здесь был диск на ласплейщиков, ласплейщики, которые записывали видео, сами у своей аудитории вызывали негатив на это видео. Потому что ласплейщики на это видео реагируют негативно. У меня уже здесь запитается, извиняюсь. И они реагировали на это негативно, вызывая у своей аудитории негатив и призывая аудиторию к негативу. Я честно, честно, я не буду как они. Я не буду говорить, у Хованского говнецо видео. Хованский оскорбил ласплейщиков. А я тоже ласплейщица. Можете посмотреть мои видео. Скоро и ласплеи тоже будут. Я не буду говорить, ах ты, сука, Хованский, оскорбил ласплейщиков. Ах ты, сука, Хованский, какой же ты плохой. Ты Купленов оскорбил. А я его тоже смотрел. Купленов Плей – это хороший, классный канал. Подписаны на него я практически год или даже два. Ну, довольно много. И множество видео его посмотрели. Я не скажу, что Купленов прям вяло снимает, но я и не скажу, что прям энергично. Таких энергичных видео нет ни у кого. Я не говорю про Ивангая, который смехнулся. Вообще, по последним новостям, или по последним подпискам в Ютубе видел, что Ивангай вроде удалил свой канал. Ну, конечно, Ивангай был популярен. А так как ласплейщиков все больше и больше, все больше молодых, интересных и более безумных и долбанутых на голову, Ивангай стал убывать. Аудитория стала отписываться, лайков, просмотров. Даже дизлайков и комментов стало быть меньше, чем было. А Ивангай, я не знаю, я давно не смотрела, и, может, я не в курсе. Но я не видела видео, которое все от него ждали про бриллиантовую кнопку, которую ему дал Ютуб за миллион подписчиков. За миллион подписчиков или даже больше. Я не помню. Я Ивангая не смотрела, и фанатка его таковой не была. Майяна Ро и Янго. Они все тоже стали терять свою популярность. У Янго аудитория, ну, моего возраста, и, может быть, даже чуть старше, но при этом и младше. Но при этом они тоже со временем теряют свою, теряют свою такую популярность. И, естественно, аудитория уменьшается. И все сейчас называют Ютуб мусор. Вот, к примеру, вот возьмем, к примеру, видела в ВК такой мальчик, где идет с портфелем мальчик в костюме выкидывать мусор, а там, где мусор, написано, типа, видео Ютуба. Я, наверное, не буду на эту тему хайпить и вообще эту тему затрагивать. Но просто сейчас все говорят, что в Ютубе собрался один негатив и мусор. А, точнее, я перефразирую слова Джесса. Все-таки тема заходит о нем, потому что больше всего мнения мне понравилось именно Джесса и его коллеги. Его мнение мне понравилось, и я, естественно, его, естественно, буду на нем акцентировать. И, как вы сами понимаете, или, по крайней мере, как же вы видите, я, естественно, на нем сейчас акцентирую. Что мне, может быть, не понравилось в видео Хованского, то, что Хованский, будя вроде блогером, я не знаю, кем он является. Я Хованского не смотрю, и о нем я знаю вообще капец как мало. Хованский мне не интересен как личность и как просто известный человек. Я не вешу ли мы в подписчиках, и сто раз мне предлагали подписаться, а подпишись-ка, Ева, на бота Хованского. Я думаю, а зачем мне это надо? Я Хованского не смотрю, от него не в фанатею, то есть и бот мне тоже не зачем, то есть и бот тоже зачем он мне. Поэтому я даже ботов Хованского не добавляю. На чем именно можно акцентировать внимание по данной теме и уже по 18 минутам записи моего видео, то, что люди любят акцентировать внимание на каких-то новых вещах. Вот здесь появился, здесь появился, может, я эту тему затронула поздно, но и сама-то я о Диссе узнала поздно. Так как Хованского не смотрю, о Диссе я, естественно, узнала поздно. И посмотрела я его тоже поздно. Сами понимаете, я, ну, как бы у Хованского не фанатка, и не смотрю его, и поэтому о Диссе, естественно, узнаю поздно. Вот, знаете, единственное, что мне не понравилось именно в самом Диссе, что он не выразил какого-то такого своего мнения. Он просто тупо сказал, больше всего акцентировал внимание на Купленове. Точнее, на чем акцентировали внимание его аудитория, которая стала отбывать. Я не знаю, стали ли люди от него отписываться, а наверняка стали, ведь фанатиков Купленова Плей морем кишить, а может даже и с тремя, четырьмя или даже с сотнями океанов. И по всей, по большему земному шару, у которого есть доступность смотреть Купленова, они, естественно, не его смотрят. Я не говорю именно про такую, я не говорю про аудиторию других стран. Другие страны Купленова могут не понимать, а может быть даже переводят его слова, его клипы, видосы, так как Купленов русский и ведется он все на русском. Я думаю, на это и все так тупо вителю все внимание, потому что нельзя сказать. А вот смотрите, Купленов, но он не русский, а, к примеру, там ведется на украинском. И только я слышал, он русский ведется на русском. Мне просто дико не нравится это поведение стада. Серьезно. Вы ведете себя так, как будто вам серьезно нечего делать. Вы увидели, что можно на какой-то теме хайпануть, вы увидели, что эта тема серьезно набрала популярность, и вы решили, что раз эта тема популярна, и можно набрать эту тему популярность. По хайпу тоже. То есть, естественно, вы это сделаете, потому что вы это делаете для своей выгоды, дабы пытаясь набрать популярность. В YouTube в основном большая часть каналов, естественно, же не для подписчиков, а для получения своей выгоды. Мы, точнее, летсплейщики, играем в игры. То есть, получаем, то есть, получаем досуг. То есть, нам просто нравится играть в игры. Вы просите поиграть в какую-то игру, мы думаем, а что бы не проверить? Мы это не делаем не для вас, а мы это делаем для своей выгоды. Мы играем в те игры, которые нам нравятся, или же просто делаем обзоры, или просто смотрим игры. И мы... Нам не обязательно делать все для вас. Мы стараемся это делать все для себя. И серьезно, какого-то такого вот... стремления к тому, чтобы завоевать больше всего внимания, у меня нет. Я хочу, чтобы... Я хочу стать более популярной. Хочу иметь более всего подписчиков. Но по большим данным ситуациям не могу... Единственное, я скажу последнее. Люди, пожалуйста, будьте умеют любить. И любите себя, как стадо. И если есть такие негативные видосы, пожалуйста, не ведите себя так глупо, как повели себя люди с Дисом на Холландского. Что ж, всем пока. Я закончу. Подписывайтесь на мой канал, обязательно поставьте лайки. Если вам что-то не понравилось, поставьте... 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 дизлайк. Ну, я думаю, что не обязательно акцентируйте. Если вам не понравилось, я это приму к сведению. Больше хайпить по такой теме не буду. Если вы еще что-то нашли у меня, то напишите в комментарии. А также, если вы хотите попасть в видео, напишите мне... Напишите мне в комментах «Хочу» в видео. Я обязательно-обязательно акцентирую и передам тебе привет. С вами была Лику. Пока!